Друзья, всем привет! Это канал Мастер Форум, с вами тестовая команда Потребитель. Мы на выставке Митекс 24 год. Мы в этом ролике постараемся показать вам стенды нескольких компаний, чтобы они рассказали, что у них есть нового, что есть интересного, ну и почему они считают, что это интересное кому-то нужно, потому что раньше у нас были монологи, и это все затягивалось иногда. Сейчас мы ставим вопрос более конкретно, скажем так, не просто новое, а почему вы считаете, что это новое кому-то нужно. Поехали! Вот еще одна интересная по-своему история. Большой стенд, новый бренд, незнакомый, большой ассортимент генераторов, вижу райдер, снегоуборщики вижу, поймали технического директора компании Евгений Замышляев. И вот сейчас спросим, Евгений, собственно говоря, кому это нужно? Давайте так, то есть вот новый бренд, вы выходите с ним с такой достаточно широкой программой серьезной техники. Кто конкурент для вас, то есть с кем вы хотите, скажем так, конкурировать на этом рынке? Почему вы рассчитываете, что вы можете в этой конкурентной борьбе выиграть? То есть, собственно говоря, что вы хотите предложить рынку? Давайте так. Добрый день. Мы предлагаем технику. Во-первых, это надежная техника. Давайте так, во-первых, откуда эта техника? Это Китай, я правильно понимаю? Да, конечно, Китай. Так, окей, у нас предубеждений никаких нет, мы знаем, что Китай делает классные вещи в том числе. Да. Это какого уровня Китай? Это высокий уровень Китая. Так. Высокого уровня техника. Это очень надежная, с хорошими потребительскими характеристиками. Да, это у нас новинка. На самом деле, да, выделяется. Сегодня много людей подходило, узнавало, что это такое. Это инверторный генератор. Инверторный? То есть, необычный, да, инвертор. Бензиновый, да? Бензиновый, да, в шумозащитном кожухе. Это не только шумозащитный кожух, как вот, например, у других инверторов. Это еще и, ну, он прочный, это остальное. Ну, я уже тут, так скажем, это, вот, да, посидел. Ой, бегать-то устал за день, да. Вот, это... Таких моделей раньше не было. Это первая модель на российском рынке в таком шумозащитном кожухе. Вот, видите, тут можно поближе снять. Ну, скажем так, я у Hyundai видел... Инверторный? Не инверторный, да. А это инверторный. Да, так что нет, не буду спорить. На газовых лифтах. На газлифте, да. Да, газлифт. Шумоизоляция. Что еще, особенность этой модели? Абсолютно все розетки всех типов. USB 5 вольт, 12 вольтная розетка, силовая. На каждую розетку идут защитные выключатели. Еще плюс в инверторе своя встроенная защита. Я так понимаю, здесь и управление с брелка есть. Да, 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 с брелка. Ну, в общем, как любят говорить, нафарширован по полной программе. Работает с блоком автоматики. То есть можно сделать автоматический вот резервы. Он изначально уже готов как резервный? Да. То есть ты его просто подключаешь, и он автоматически включается, контролирует все. Еще особенность этой модели, точнее этого корпуса, очень удобное обслуживание. Если мы посмотрим другие инверторные генераторы, например, нужно, как наши, так и конкурентов, нужно сбрасывать крышку, например, боковую целиком. Здесь же вот. Здесь все на лючках. Да, то есть люк удобно. Здесь аккумулятор, здесь смена воздушного фильтра. То есть там свеча, карбюратор, если хранение, слить топливо. Какой это ценовой диапазон? Ну, по ценам вы лучше уточните у наших менеджеров. Ну, это хотя бы там низкий, средний, высокий. Я понял, что не низкий, скорее всего. Это не низкий, средний, средний, высокий. Да, это не низкий. Мы не продаем технику низкого диапазона. То, давайте так, на кого вы ориентируетесь, как на конкурента? В таком вот этом, да. Можно прямо озвучивать, да? Я думаю, что да. Почему нет? Это Fubac, но у них есть только дизельная модель в таком кожухе. Fubac, вообще наши конкуренты это Fubac, iPower, Patriot, TSS. То есть это... Patriot, мне кажется, там генераторы достаточно экономные были. По крайней мере, раньше они говорили, что у них даже алюминий там набор. Patriot мы... Может быть, не все модели, конечно. По категории садового техники Patriot мы... Ну, нет, бренд мне знаком прекрасно, но я помню, что они рассказывали на дилерстве конференции в 2018 году, что альтернаторы алюминиевые. То есть у вас что в альтернаторе? Есть инвертор? Медь. Все имеется. У нас получается, что альтернатор есть и в инверторе. Там просто вопрос преобразования потом. Да, окей. Так, а маленькие чемоданчики? Маленькие, да. У нас... Давайте еще эту модель рассмотрим. Да, не будем ее обходить. Самая технологичная, самая топовая. Сколько она весит? Самая мощная. Это где-то 100... 170-180 килограмм. Ну, скажем так, здесь по выставке я ее могу катить. Да, 140. 140. Тихо стырил и пошел. Называется нашел. Это тоже новинка для российского рынка, скажем так. Это инверторный генератор, равномощный. 12 киловатт номинал. Трехфазный, да? Да, то есть и однофазный, и трехфазный. Здесь вот такой мощный переключатель. Тоже панель запуск кнопки, функция АВР, то есть абсолютно все розетки. Это самая технологичная и мощная модель. Это рассчитано на частного какого-то потребителя или на какое-то такое более профессиональное использование? Это на более профессиональное использование. Там, где нужен чистый ток, чисто синусоиды, чистое напряжение. Потому что это инвертор. Это радиоаппаратура, то есть там какая-то вычислительная техника, контроллеры. Можно с одной фазы получить всю мощность 12 киловатт, можно переключить и с трехфазного движения взять всю мощность. Маленькие модели у нас представлены в ассортименте от 1200, самая младшая модель. Любкие, да. 1200 ватт номинал и 1400 максимальная. Потом это вторая модель 1600-1800. Тут нету 2200, она 1800-1200, 2200 и 3500 и 4 киловатта. То есть у нас четыре модели компактные, можно переносить. А у вас получается здесь только инверторный, да? Или вот то вот обычный альтернатор? Там обычный стоит, да. То есть все-таки есть такие в программе? Да. То есть особенность у наших инверторных, это везде тоже алюминиевая обмотка, надежные. Алюминиевая или медная? Алюминиевая, везде медная. Ой, медная, медная. Везде медь. Все-таки медь. Медь, я заговорился. Особенность. У нас в линейке все инверторные генераторы новой конструкции. То есть есть старая конструкция, есть новая конструкция. Отличие ее. Старая конструкция это двигатель посередине, справа альтернатор, слева маховик. Новая конструкция, маховик выброшен и функцию маховика исполняет ротор альтернатора. Туда прицепляется зубчатое колесо и стартер. То есть у нас все модели новой конструкции. Что это дает? Это дает облегчение на 2-3 килограмма сразу. Это дает компактный корпус. Ну и в принципе на характеристики это никак не влияет на пользовательские. То есть этим самым тоже самый хороший генератор, но легче на 2-3 килограмма и компактнее. А почему такой набор? Генераторы, снегоуборщики, райдер, газонокосилка по-моему еще, да? Да, это там новинки мы выставили. У нас на самом деле шире ассортимент. У нас есть еще 4-колесные газонокосилки на выставку, то есть только часть привезли. Вот новинка в этом сезоне мы вводим тоже поршневые компрессоры. Как масляные, так и безмасляные. Масляные будут, в принципе, стандарт у всех конкурентов будет на прямом приводе, на ременном приводе. Производительность от 220 литров в минуту и до 400. И безмасляные. Сейчас очень популярны на рынке безмасляные модели. Ну да, понимаю даже почему они гораздо тише работают. Да, конечно. И воздух чистый. Да, плюс чистый воздух. Там, где к масляному нужно использовать... Станцию очистки надо ставить такую сразу, здесь этого не надо. Да, окей. Как раз на днях струют, такой колесный триммер тестировал. А регулировка по высоте у вас за счет от перестановки этого кольца, да? Да, это скручивается, двигается и затягивается. Леска какой толщины? Леска 4 метра диаметра можно максимум. 4 миллиметра максимальный диаметр, да? Да, 4 миллиметра. Четверка. Так, ну вот... Ну, колесный триммер это все-таки... Это не самоходный, да? Это толкаемый. Это обычная модель, да. Новинка в ассортименте. Это что-то среднее между бензокосой и четырехколесной газонокосилкой. То есть у нее преимущество четырехкой газонокосилки, это двигатель. Вот, газонокосилочный. То есть это не как бензокосый двигатель, это четырехтактный полнообъемный газонокосилочный мотор. У нее большие колеса, чтобы не повредить газон, потому что тонкие и большого диаметра колеса лучше... Он именно для газонов или для какой-то неровной местности? И газоны, и неровной местности. Потому что, ну, газон леской косить это все-таки не самое аккуратное кошение получается. Именно газонную траву. Он, да, он как раз для тех случаев, где газонокосилка не может пролезть. А. Да, то есть это какие-то холмы. Я подкашил ее, вспомогатель. Да, да. Так, вот здесь такая полукруглая, чтобы скользила, потому что на это уже опирается в процессе работы, да? Да, да. Ага. Вот. То есть это такая модель средняя между бензокосой и газонокосилкой. Ну, а снегоуборщики у вас, что вы считаете конкурентным преимуществом? Да, снегоуборщики... Почему надо покупать ваши? То есть самое главное, первое, это техника, техничка. Я как технический специалист скажу, что у нас очень хорошие моторы, надежные. От поставщика RATO. РАТО это один из... Один из лидеров. У них основной рынок американский, Северная Америка. Но, то есть на России тоже они довольно известны, популярны. Очень надежный двигатель. Заводится при... Вот эти двигатели 209 кубов. Заводится при минус 25 градусах. Здесь очень удобное управление заслонкой. Это обороты. Праймер. То есть все есть. Пластиковый бак. Горловина заливки масла выведена отдельно туда. То есть тоже очень удобно. Есть модели с электростартером. Есть модели обычной комплектации. Есть модели с подогревом ручек и светом. Ну опять же, кого вы считаете конкурентом, условно говоря? Конкуренты это те же iPower, это патриоты. Ну патриот это не самая дорогая техника, скажем так, для частного пользователя. Ну да. То есть вы туда же в этот сегмент идете. Понятно. Да. То есть техника для массового потребителя, скажем так, фактически. Ну да. Не для того, кто самая дешевая просит. Я правильно понимаю? Да. То есть у нас именно, да. То есть у нас техника, ты ее взял и лет 5-6 даже работаешь, она не подведет. Почему такие колеса поставили, вот такие шины? Насколько они себя эффективно показывают, кстати говоря? Пока не доводилось испытывать такие. Показывают хорошо. То есть у них основной плюс, это они не сдуются зимой, их не проколешь. Ну да. И, например, там, да, сезон начинается, то есть там обычные шины иногда приходится подкачивать периодически. Вот эти они не сдуваются, то есть не проколются. Протектор хороший. Протектор мы проверяли и как бы претензий от клиентов никаких нету. Гребет хорошо. На самом деле ассортимент наших мотопомп порядка 12 моделей. Там есть для чистой воды, для слабо загрязненной, для грязной воды и высоконапорные. Особенность всех наших мотопомп, мы везде даже на самые слабые модели для чистой воды. Мы ставим двигатели с остальным коленвалом. То есть если, ну так, по конкурентам, там может быть чугунный вал, может быть стальной. Стальной вал гораздо прочнее, он сопротивляется нагрузкам ударным. Ну это свойства стали, да, понятно. Ударные нагрузки, гидроудары всегда есть в мотопомпе. Например, там какая-то воздушная пробка пошла, то есть с водой и гидроудар. Еще, как вы можете заметить, у нас такого интересного дизайна рамы. Ну это я уже догадался, это вот чтобы поднять можно было и в одиночку отнести. Первое, да, у нас эта планка идет посередине. И второе... И по бокам есть вот две, чтобы если что можно было вдвоем, если что. Еще такая рама очень удобна для обслуживания мотопомпы. А, да. Да, периодически что-то там все равно попадает какая-то тина, особенно вот грязные. Что-то попала тина, нужно разобрать, очистить. И с такой вот рамой это гораздо удобнее делать. И гайки не под инструмент, а подкручивающиеся, ну чуть ли не вручную. Ну, любым воротком. Бензокосы это тоже у нас новинка в этом сезоне. Тоже есть некоторые особенности, которые отличают от конкурентов. Например, если мы посмотрим сбоку на двигатель, там есть кнопка праймера. Вот, это имеется в виду. Да, праймер. Если вы посмотрите другие бензокосы, у них праймер обычно располагается внутри там на карбюраторе. Ну да, снизу, да. Да, то есть не очень удобно, не видно куда нажимать. То есть, имеется в виду, что он легко доступен и сразу ли видишь куда-то. Да, сразу. Бывает еще так, что праймер иногда либо забивается, либо трубка там отойдет. И нажимаешь, нажимаешь, думаешь, там льется уже топливо, а оно нет. Здесь то есть все сразу видно, все на виду. Ну, понял, да. Удобный доступ и хороший обзор. Да, окей. Ну, в принципе, все остальное, это как у конкурентов. Все рукоятки, все без инструмента регулируемые, я смотрю. Да, в принципе, как у хороших, скажем так. Она поворачивается тоже или только вот наклоняется? Наклоняется только. Только наклоняется. То есть, чуть компактнее, но повернуть, чтобы в машину более удобно впихнуть не получится. На 90 можно повернуть. Да, вот я об этом и спрашиваю. Да, то есть можно. Да, только на 90 градусов. То есть, вот так вот. И вот сейчас еще чуть если ослабить. А, вот, да, поворачивается. Да, все дошло. Ну, вот, окей, да. Вот это удобно, да. То есть, не надо на крышу привязывать. Да. Быстро сложил и, в принципе, она в любую машину влезет. Еще для таких, как бы, для, если нужно машину, можно, есть вот такой вариант. Разборный. Разборный, да. То есть, здесь у нас идут хорошие алюминиевые кронштейны, которые прочно фиксируют. То есть, они не расшатываются со временем, все прочно. Да, еще у нас в комплекте к бензокосам идут везде вот такие вот ножи. 40 зубьев ножи. Ну, вот здесь вот, да. Здесь я могу сказать, что мы такие ножи тестировали. У нас есть методика испытаний, у нас есть оборудование. Мы их проверяем на ударную стойкость. Потому что нет-нет, да зацепишь там то бетон, то какой-то столб. Вот, и у нас эксперименты показывают, что либо начинает вылетать почти сразу напайка, вылетать, крошиться, либо держится там 50 ударов калиброванных, выдерживает без проблем. Вот так что, вот тут есть перспектива испытать. Я сейчас гляну. Ну, кстати, сделано на вид неплохо. Так что, как минимум, наверное, можно ожидать, что сразу это ломаться не будет. Но это, конечно, хорошо бы испытать. Да, еще у нас дизайн пластика, пластиковые детали. Посмотрите, он такой необычный. И, ну, это новый для, скажем, российского рынка. Ну, давайте так, такой вопрос. Этот дизайн сделан для того, чтобы вы чем-то отличались? Или имеет какую-то пользу практическую для конечного потребителя? И внешнее отличие, и польза здесь такая, что тут охлаждение получше, оптимизировано. Потому что корпус, корпус это не просто как бы визуальная часть в бензокосе. Здесь охлаждение двигателя. Направляет воздушные потоки, фактически. То есть, с этой точки зрения тоже продумывали. Да. А вот это ценно, да. Окей. Согласен. Хорошо, спасибо вам большое. Очень интересно. Пожалуйста. Выглядит вообще добротно. Я думаю, что можно сказать, что если это будет у нас на рынке, то это хорошо. Спасибо. А теперь немного поговорим о профессиональном инструменте. Бренд Краун позиционируется именно как профессиональный, максимум как полупрофи. То есть, скажем так, нижняя линейка Краун это полупрофессиональный инструмент. Согласно позиционированию компании. Мы тестировали раньше, разбирали. В принципе, да, техника серьезная. Но давайте подробно пусть рассказывают те, кто это должен делать. Дмитрий Малиновский, Product Manager. Рассказывай, Дим, что у вас нового? Кому оно нужно? Зачем оно нужно? Давай. Много чего у нас нового. Да, у нас есть аквариум, в котором можно... А в аквариуме у вас есть испытатель, демонстратор. Да, но рыбка уплыла. Вот. Значит, что мы там показываем? В основном это наш двигатель сухого алмазного сверления с микроударом, да? Это модель... Я так понимаю, вы те ребята, которые решили отменить перфоратор, да? Мы решили отменить перфоратор. Убрать соседа с перфоратором, с глаз долой. Да, потому что жить все-таки хочется. Хочется жить хорошо, да? Да, да. Для этого нужно, во-первых, хорошо зарабатывать, а во-вторых, жить спокойно. Ты сейчас хочешь сказать, что это дорого, да, хорошо зарабатывать или что? Нет. Суть в том, что данный двигатель – это минимальный порог входа в профессию электромонтажника. У нас как? Надо делать подрозетники, да? Условно, трехкомнатные квартиры – это там 70, ну, где-то в среднем 70 подрозетников. Что нужно для этого? Либо ты берешь болгарку и пошел, ну, как у нас любят делать, да, друзья? Делают квадрат, высекают, и потом это встраивают. Это все не очень хорошо, и я бы сказал, плохо. Вот. Для этого есть все-таки предназначенный специальный инструмент. Это именно сухое алмазное сверление, потому что у нас ремонт бывает двух типов, да? Бывает, все-таки, когда уже чистовая отделка, ну, обычная. Ты скажи, это быстрее, чем перфоратором долбить? Во-первых, это быстрее, ну, раза в два, наверное, как минимум. Окей, я уже понимаю, что это гораздо тише. Один подрозетник – это, ну, в среднем, две минуты, в зависимости от марки бетона. Я, опять же, делаю вид, что я не знаком, хотя на самом деле первые тесты дрели с сухой алмазной коронкой делали мы. Мы даже переваривали хвостовик. Но не это. Нет, это не эта система была? Да, потом вы развили это дело до гораздо более серьезного уровня. Но первую коронку, которая в такую дрель вставлялась, делали мы. Мы там что-то переваривали, токарили, помню. Было, было, да. Это было года три назад. До пандемии это было. Да, очень давно. Если, Алексей, помнишь, как раз в одном из ваших выпусков была у нас такая дрель CT-101-20. Это была обычная ударная дрель, которую люди переделывали как раз в алмазное сверление. То, как раз, чем вы тогда, я помню, Брода. Да, да, да. Сейчас мы уже полностью переработали, мы начали плотно работать. Вот арматуру прорезали, вот как хорошо, кстати, показательно. Да, арматуру спокойно очень, да. Режется. Мы плотно начали работать с компанией Adel, и вместе с ними разработали, уже переработали предыдущий двигатель. Ну, это именно разработка практически с нуля, да, идет. Вот двигатель с сухого алмазного сверления с микроударом. Это позволяет гораздо быстрее насверлить подрозетники. Без шума вот этого безумного. Ну, без, скажем так, здесь идет больше высокочастотный шум, наверное, скажем, примерно так. То есть не как перфоратору долбежь. Это быстро, порог входа, то, что, да, я говорил, то, что зарабатывать хорошо. Если мы говорим про данную дрель, это у нас 18 тысяч рублей сейчас, плюс коронка в районе 5 тысяч рублей, пылеуловитель в районе 5 тысяч рублей, ну, то есть вот у нас 28. И плюс нужен пылесос. Для данного комплекта подойдет даже самый базовый, там, 15-литровый на 1000 ватт. Он тысяч пять еще стоит. Ну, вот представляем, там, 35 тысяч рублей. То есть здесь пять тысяч рублей, и ты монтажник-подрозетник. Да. И в Москве мы говорим, что средняя цена все-таки подрозетника 500 рублей. Ну, вот представляю, что одна трехпунктная квартира, это 70 подрозетников. И ты отбил затраты. Все полностью отбил. Есть самый главный плюс, да, какой. Это 3 килограмма весит. А если мы говорим про перфоратор, бур, все вот это в целом, это там 6, 7, 8. Ну, и дальше, смотря какой перфоратор, какая смазка. То есть в этом максимально дешевый вход, а главное, что работает без отказа. Ну, вот тут еще я бы сказал, самое главное, что это не доставляет такого дискомфорта окружающим. А выражение сосед с перфоратором не на пустом месте возникло. И окружающим, и самому оператору, потому что здесь уже сделана интеллиграционная система. То есть уже намного комфортнее работать. Ну, естественно, все равно нужно, конечно, использовать либо уши, либо беруши. Берусь к комплекте. Ну, это главная новинка, да? Ну, а не то, что главная. Это хит в данный момент, хит продаж. Если мы говорим про интересное, да, и то, что используют уже... Ну, обычные потребители не будут использовать, да? Это отрезная машина по металлу. То есть мы можем резать... Арматуру какую-нибудь? Арматуру, профиль, трубы, все что угодно. То есть была такая машинка у Макиты. Но у них был 110 диск, если я правильно сейчас помню. Да, можно спокойно перерезать, но я думаю, модель огорчится. То есть это холодный рез. И может теперь потрогать заготовку. Она будет холодная, я знаю. Я знаком с технологией. Ну, она будет тепленькая, конечно, да. Да, ну, здесь совершенно рука терпит, да. Да, я знаком с этой технологией, да, но это классно, да. Но очки обязательно, потому что летит понемножечку стружечка. Очки обязательно, да. А поскольку это металл, то стружечка это весьма стрёмная, да. Но, да, никаких искр зато, да. Ну, это полностью зависит от металла, но искры минимальные будут. Это не болгарка, это все-таки совершенно другое. Это не абразив, это совершенно другое. Сам металл не перегревается, то есть дисковая пила по металлу. Вот чувствовал, что по металлу. Не знаю почему, кстати говоря. Ну, может, заметил сборник. Ну, может быть, да, это подсказало подсознательно, да. Собственно, ну, это аналог оранжевому профессиональному бренду. Угу, понятно. Ну, я не знаю, как про нее сейчас рассказывать. Можно говорить, можешь называть прямо бренд. Ну, нужно показывать, но он присутствует на нашем рынке, поэтому как-то даже не знаю, что. Кто конкурент? А вот конкурент в пыль. Скольский ты товарищ все-таки. Ну, ишь, конкурент. Вот из такого уже разговора, да, данная модель. Ну, к счастью, метабо условия с нашего рынка, поэтому можно это назвать, да. Ну, вот. Хоть кому-то счастье. Да. А то же все сокрушаются. Этот миксер к нам, ну, под их брендом не успел зайти, они сейчас его выпустили в Европе. То есть новинки метабо на стенде Краун, фактически. Нет, это новинка Краун, потому что производится на нашем заводе. Итак, переходим к вопросу. Что у вас есть непрофессиональное? Есть индустриальное. А, масло. Что значит, вы это позиционируете уже как промышленное применение? Это разработанные болгарки именно для производства. Так, какая мощность здесь? Это 1500-го. Ну, уже вполне годится для шлифовки сварных швов, да. Зачем нужно отверстие в кожухе такое? Если вдруг работать с алмазными дисками и захочется в воду подать, сюда идеально залезает трубочка. А электроинструментом с водой можно? Ну, или у вас можно? У китайцев можно все. Их много, поэтому и можно. Да. Мы это не тестируем, мы это не советуем. Я скажем так, идея для меня несколько кажется опасной. Потому что, по-моему, запрещено по правилам техники безопасности, а электроинструментом работает слабо. При условии, что здесь нет никакой защиты, да, это именно так. Ну, двойная изоляция вообще здесь есть, так что... Но этого недостаточно. Ну, вот мне тоже кажется, что да, окей. Ну, ладно, понял. Болгарка уже как раз у нас зашла сегодня. Инструмент подготовлен к применению, которого я опасаюсь, да. Ну, окей, но предусмотрено. Ну, они подумали чуть дальше, чем мы, а нам это еще не понятно. Я говорю, их больше, а нам можно. Что дальше? У нас идут уже гайковерты, да, мощные. Сейчас в целом, понятное дело, что много кто производит. Но есть конструктивные особенности, которые очень важны на самом деле. И многие давно об этом говорят, что это нужно делать, но почему-то не делают. Если заметишь, как собран данный инструмент... Это дюйм? Дюйм. Это дюйм, три четверти, одна вторая. Это вот новые три модели. Значит, здесь есть антивибрационная система. И что самое важное, сборка идет не со стороны редуктора, то есть мы вкручиваем... Раз-другой с обратной, да. Да, то есть мы с металлом контактируем. Основу на металле, не на пластике, как обычно это делают. Вот, поэтому вот эта конструкция, она становится в несколько раз прочнее. 15 Ач мы презентовывали 10, 12, 15 Ач аккумуляторы. Естественно, они не нужны в поседневной жизни, но для гайковерта, чтобы он выдавал полноценную свою мощность, это очень важно. Потому что все-таки токи идут высокие, и нужно как можно больше ампеража. Этот фрезер был изначально разработан нашим заводом для Баша, но как бы с Башом сейчас на нашем рынке тоже, да, понятно, что не очень. Где Бош в России, нет Бош. Да, есть Крау. Для фрезера важна точность в первую очередь. Ну, собственно говоря... Сейчас мы это не проверим, конечно. Да, это проверить нереально будет. Ну, точность шикарная. И очень важный параметр, ход 70. А, понятно, большой ход. Да. Окей. Так, приборчики, я смотрю, у вас появились. Ну, приборчики потихонечку появляются, но это не полноценная линейка, и это пока образцы больше, чем все полноценно. Ну, окей. Как и водянка, да, у нас ее еще не представлен. То есть, пока еще так, вход только. Да. Это нам прислали образцы, мы это сейчас все будем проверять. Ну, окей. Сбирать. Так. Ну, примерно, если вкратце. Ладно. Ну, наверное, так. Так, что-то новое посмотрели. Окей, спасибо. Спасибо. Все, спасибо вам. Спасибо за просмотр, друзья. Надеюсь, было полезно и интересно. Подписывайтесь на канал, ищите другие ролики. Этот не единственный. Мы постарались собрать побольше информации, сколько успели сделать, сколько смогли.